Хореографический ансамбль «Джем» более 20 лет известен люберчанам. Теперь у этого коллектива появился свой дом. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Дорогие друзья, это наш новый дом. Дом танца «Джем». В Красково праздник. Воздушные шары, зажигательная музыка и яркая хореография радуют жителей поселка. Присутствующих здесь объединяет любовь к танцам. Дети получат здесь не только танцевальное образование, они здесь научатся многому другому. И спорту, и отдыху, и развлечению, и дружбе. Елена Фомина уже 21 год является художественным руководителем танцевального коллектива «Джем». Ее талант педагога и хореографа вдохновляет учеников. Она очень хороший педагог, бывает строгой, но это наоборот хорошее в ней качество, потому что мы не теряем свою форму и делаем все намного лучше. Она, ну вообще, в принципе, хороший человек и хореограф. История ансамбля началась в стенах гимназии номер 56. На первое занятие, вспоминает Елена, собралось полшколы. Но затем осталось только 30 самых стойких учеников. В 2010 году мы перешли в Красковский культурный центр. Но оставалось работником по совместительству гимназии 56. И наш коллектив был на два влагеря, как бы. И образование, и культура. Вот мы так вот существовали до сих пор. Мечта сбылась. Ансамбль «Джем» по праву заслужил иметь свой дом. Он является победителем многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. У нас Красково – это, мне кажется, такой поселок танцевальный. Один из самых танцевальных. Все дети приучены к спорту, к культуре, к танцу. И поняла, что нужно развиваться дальше. Нужно организовать какое-то большое пространство для наших детей, для будущих детей. И мы открыли дом танца «Джем». Четыре просторных аудитории уже готовы принять учеников. Современные танцевальные и спортивные направления, такие как кангуджампс и банджи-фитнес, и для детей, и для взрослых. Теперь танцы жителям поселка Красково стали еще доступней. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.